Томат Мадейра. В последнее время широкую известность у дачников набирают мелкоплодные томаты. Одними из таких являются томаты Мадейра, одна из разновидностей сортов семейства черри. Этот сорт имеет ряд преимуществ, которые делают его столь известным и популярным. Томат Мадейра F1 является сортом, который включен в Госреестр Российской Федерации для выращивания в необогреваемых теплицах и под временным пленочным укрытием в личных подсобных хозяйствах. Описание сорта. Помидоры Мадейра. Описание раннеспелый, индетерминатный сорт. Период созревания плодов приходится на 85-90 день с момента первого всхода семян. Высота куста может достигать 1,5-1,8 метров. Следовательно, сорта необходимы дополнительная отпора и подвязка. Требуется посинкование. Листовые пластины у растения располагаются негусто, имеют средний размер. Цвет темно-зеленый. Стебли крепкие и достаточно выносливы к порывам ветра. Помидоры Мадейра имеют простое соцветие. В кисти созревает от 12 до 15 плодов. Томат имеет высокую урожайность. С 1 квадратного метра легко можно насобирать около 10 килограмм помидор. Гибрид легко приспосабливается к выращиванию как в теплице, так и на открытом грунте. Характеристика плодов. Плоды у томата Мадейра F1 имеют идеально гладкую и округлую форму. Небольшой вес томата в 20-25 грамм на одной кисти может сформироваться до 16 плодов. Томат имеет ярко-красный насыщенный цвет. Мякоть плода сочная или плотная у помидоров. Черри высокая урожайность. В среднем с 1 квадратного метра можно собрать до 6-8 килограмм. Сбор урожая обычно проводят в середине июля. Сорт отлично подойдет. Как для консервации, так и для изготовления салатов и томатного сока, а также для употребления в свежем виде помидоры имеют склонность. К растрескиванию и опаданию сорт хорошо хранится и переносит транспортировку. Его следует хранить в прохладном полутеневом месте. Срок хранения от 2 до 3,5 недель. Томат Мадейра устойчивость к заболеваниям для помидоров Мадейра характерной особенностью является высокая сопротивляемость к таким болезням, как ВТМ, Альтернариус, Вертицолиус, Кладоспориус, Фузариозное увядание. Но, несмотря на такую высокую устойчивость, растение требуется периодически обрабатывать от различных вредителей и грибка. Выращивание томата. Посадка томат Мадейра предназначен для посадки, как в теплицах, так и на открытом грунте. Также сорт можно вырастить на балконах и подоконниках. В южных областях можно высаживать растения безрассадным методом. Важно, чтобы почва хорошо прогрелась и имела температуру в плюс 16-18 градусов. Посев в прогретую почву. Первый посев семян производят во второй половине марта. Перед высадкой их следует замочить в марганцевом растворе. Так повысится сопротивляемость ко многим заболеваниям и вредителям. Также опытные овощеводы рекомендуют выдерживать семена в специальном растворе, стимулирующем рост. Благодаря такому препарату, рассада вырастает более сильной и крепкой. После замачиваний в обязательном порядке семена сушат на солнечном свете. Далее высаживают семена в неглубокие емкости. Хорошую почву можно приобрести в специальных магазинах. После того, как земля засыпана, ее следует слегка увлажнить и затем начать высадку семян. Высеивают их на глубину 1 см. Расстояние между семенами должно быть 2-3 см. После посева контейнер с рассадой накрывают пленкой и ставят в теплое место. Влажность воздуха не должна превышать 60%, иначе высока вероятность поражения кустов грибковыми заболеваниями. Цветоносы будут опадать, а опыление сильно ухудшится. Как только сформируется 2-3 полноценных листочка, ростки пикируют в отдельные контейнеры. Для этого идеально подойдут торфаные горшки, заполненные субстратом. Они позволяют без труда переносить рассаду, не повреждая ее корневую систему. Пикировка рассада Когда рассада достигает возраста 50-60 дней, то ее можно высаживать в открытый грунт. Но важно, чтобы прошла угроза ночных заморозков. В теплице рассаду можно высадить уже по истечению 30-35 дней. Важно! Гарантом хорошего урожая станет и заранее подготовленная почва. Томаты Мадера с легкостью приживаются на любых типах почв. Однако почвы, носящие характер супесчаного и суглинистого типа, гораздо лучше подойдут для томата. На них он быстрее развивается и больше плодоносит. Стандартными параметрами для посадки считается 70 на 60 см. В теплицах, возможно, более густая высадка. Правила по уходу за томатом Так как сорт индотерминатного вида, его стебли вытягиваются вверх и имеют свойство гнуться и ломаться. Поэтому растение необходимо подвязывать к опоре, растение необходимо посинкование. Листочки, находящиеся внизу первой кисти с плодами, нужно удалять. Выполнять этот процесс следует в утреннее время, чтобы сорт принес хороший урожай. Его необходимо своевременно подкармливать минеральными удобрениями, которые содержат в себе органические элементы. Что касается полива, то каждые 3-5 дней полива будут достаточными для растения. На 1 квадратный метр требуется до 5 литров воды. Достоинства и недостатки сорта Исходя из приведенных характеристик и описаний сорта томата Мадейра, можно выделить его достоинства и недостатки. Плюсы отменные вкусовые качества Урожай можно собирать уже в середине или конце июля. Гибрид имеет большую сопротивляемость против самых распространенных заболеваний. Легко переносит транспортировку. Растения ли можно выращивать как в теплице, так и на открытой почве. Высокий рост позволяет сохранить больше пространства. Небольшой размер плода идеально подходит для консервирования. Минусы растения. Необходима подвязка и дополнительная опора. Сорт требует плодородную почву с отличными дренажными свойствами. Холодные климатические зоны не подойдут. Для выращивания данного сорта при выращивании в теплице требуются немалые затраты. Сорту требуется выделить участок с хорошим освещением. Рассмотрев сорт Мадейра, можно с уверенностью сказать, что не каждый сорт способен похвастаться единсечностью плодов и отличными товарными качествами. Важно помнить, чтобы получить хороший урожай, растению требуется создать благоприятные условия для роста и тогда оно сможет порадовать поистине богатым и вкусным урожаем.